Так, всем снова привет. Это всё так же канал Николай Ордоктор Лукойда. И я думаю теперь можно немного в Unepic поиграть. Собственно, до этого вы видели мультиплеер, немного в нашем смари-бланш исполнении. И теперь, я думаю, можно на одиночную игру посмотреть. Да, жалко что любить что-то. А, стоп. Я, пожалуй, новый профиль создам. Так, что там. Так, одиночная игра. Новый профиль. Так, новая игра. Какое-нибудь имя надо придумать. Сейчас что-нибудь такое с бацом вообще. Так. Что бы придумать. Субститная игра. Ага. Ага. Придумаем самый банальный вариант. Ну, хотя на самом деле не самый. Да, вышли легко. В принципе, завязка довольно-таки, ну, как бы сказать, одновременно банальная и неожиданная. То есть, что сидели чуваки играли в Dungeons & Dragons или что-то подобное. Ну, в настольную, короче, RPG. Один из них отлучился в туалет и провалился в фэнтезийный мир. Так что будьте осторожнее, когда ходите в туалет. Можно провалиться в фэнтезийный мир, можно попасть в Silent Hill, а можно и что-то похоже. Кстати, звук игры, по-моему, довольно тиховатый, как ни странно. Даже не знаю, можно попробовать его сделать чуть погромче, наверное. Так, ну... В микшере всё в порядке. Ну, я не буду, короче, наверное, читать эти диалоги. Тут ничего такого необычного. Да, первым делом используем зажигалку. Вот так. Вот так. Опа. Сейчас как-то совсем тихо. Эффекты. Остальное оставим, пожалуй, как есть. Так. А, да. Здесь мы не всадом бегаем, а стрелками. Здесь, наверное, можно и на всад управления сделать. Не знаю. На самом деле, на самом деле, мне кажется, гораздо логичнее. В принципе, имея стрелки использовать стрелки. А, да. Просто ведь раньше далеко не на каждом компьютере, наверное, они были. А, да. А, да. Все тут без разницы, как прыгать. А, да. А, да. А, да. Очень раздражающим, скажем так, болтливым спутником, который будет нам постоянно давать всякие гадкие советы, чтобы, типа, побыстрее с нами расправиться и так далее. Угу. Я уже по привычке жму в сад, а он ничего не дает. Так. Там где-то было оружие, я помню. О, меч, наконец-то. Вот. Так, слайду. Вот. Вот. Да, он такой говорит, возьми монеты, возьми монеты. Если мы их возьмем, мы сдохнем. Да, все очень быстро так. Музыка. Там, тарарарарарара. Все начинает заново, да? А нет, не все, слава богу, этот чудик уже с нами. Субтитры создавал DimaTorzok я все равно буду терять силы да понятно даже если выброшу монету это не поможет просто надо ее не брать и все первые попавшиеся сокровищницы интересно если снова и снова попадаться на этот рюк за это дадут какой-нибудь очистку типа феноменальный идиот я почему-то думаю что нет ладно ларри портер снова в бою за такой более американский аналог гарри поттера все валим отсюда иди нафиг хочу смотреть на эти тела сам на них смотри не красиво хренов короче чувака не надо слушать фиолетовым Да, уже было бы не дважды, а трижды. Но тем не менее, в общем, да, в этот раз мы не купились на его глупые приколы. Так что можем продолжать наш путь. А вось мы и найдем выход в итоге. Да, и, кстати, у нас есть карта, на которой мы даже можем делать пометки. Где сундук там обязательно лут, то есть сокровище. К сожалению, не всегда. Вроде бы, если я правильно помню, что с Пуни говорил про Ultimate 8, В общем, там, в общем, там все сундуки пустые. Изрываются или нет. Впрочем, хрен его знает. Да, эти монеты нас уже не убьют. Да, змеиные стейки, наверное, вкусные. Где-нибудь в Камбодже пойду, что-нибудь такое готовят. Впрочем, хрен его бесплатно. Впрочем, как раз? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Мне кажется, это слишком большая честь для него. Можно было дать ему более глупое имя. Да, лечебное зелье мне определенно пригодится. Продолжение следует... Что-то я забыл. Там, конечно, почти весь перекрыт. Так, может быть, тут какая-нибудь невидимая стена? Нет. А здесь? А, да, вот лестница. Что-то я не сразу на нее обратил внимание. Вы сядьте на краю, чтобы посветить вниз. Это не помогло мне не сесть в капкан. Кстати, что это за фигня? Это какие-то морские ежи? Главное, они мне даются немного здоровья. Так что пусть будут. Ну, точнее, не обязательно из них разные могут призывы вываливаться. Часто это какие-нибудь магические порошки. Хотя колдовать наш герой пока не умеет, по-моему. И, по-моему, я еще не доходил до того места, где он учится. Вот, а в мультиплеере мы играем и за других чуваков, которые с ним за столом сидят. Если вы помните, там был такой бородатый к дяде. И был еще один в очках. Ну, еще был толстяк, который повелитель подземелья. То есть, на настойных RPG это тот чувак, который придумывает разные задания для других игроков и двигает дальше сюжет. Но, скорее всего, он неиграбельный персонаж. Еще он немного похож на Логвинного был. Если вы успели обратить внимание заставки. Хотя, на самом деле, не так, чтобы сильно. Ой. Ой, вот это самые раздражающие твари. Ну, неплохо так меч их сносит, да? Еще пока слабые монстры. Так, ну, со здоровьем у нас порядок. А что у нас здесь? Ой. А здесь нам нужен ключ. А, да, тут еще твари, похожие на джаб из Звездных войн, которые пырят вещи. Так, тут нам тем более нужен ключ. Странные, конечно, замки какие-то в виде черепов. Я полагаю, так более стильно. Делать простой замок, это недостаточно понтово для темного властелина. Это обязательно должен быть череп или... Какая-нибудь там еще подобная хрень. Какая-нибудь там еще остается. Так, что главное... И здесь я не знаю? да, музыка красиво играет на нем а тут какие-то проходы в другие локации которые, по-моему, закрыты для нас пока что да, за этой дверью ничего не пропадай, пожалуйста за этой, ну то есть нет, не ничего а она для нас закрыта пока что по-моему, пока что все эти двери для нас заперты наверное, нам их надо открыть с другой стороны или тих того поэтому мы отсюда уходим видимо, он чистейший в смысле как чистый металл, а не в смысле, что он добрый и хороший раз он заодно с темными силами но тем не менее, он подлечил нашего персонажа да, время идти туда и сразу себе повесить огромный такой плакат на грудь с надписью стреляют в меня и мишень а, нет, тут пока только летучие мыши я хотел сказать, что тут уже, наверное, гоблины должны появиться, но нет еще пока что-то никуда что-ли не поднялся а вот и они красавцы кишки сатира ой влачение рейнджера ну-ка может, оно сделает меня сильнее так, ну где ты поразишь? получи моего меча быстро, однако, они умирают а что у нас там? больше гребаных слезняков заранц если по-надо 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 с по-надо во-вторых в об kind офис по-надо . в в О, видите, я свекил весь зал. По-моему, за это тоже что-то дают. Продолжение следует... Убивать этого потяжку мы не будем. Что нам может предложить? Продолжение следует... Оружие. Искряющийся жезл. Луки и стрелы. Так, кстати, а сколько у меня золота? 19. Так, а где, собственно, луки? Я только стрелы что-то вижу. Так, а что у него из разного? Есть свеча. Свеча. Свиток телепортации к зарану. Свиток позитивной энергии. Что это за позитивная энергия? Устанавливает силы вашего питомца. У меня, по-моему, нету никаких питомцев. Устанавливает силы. Пока что. Вновь. 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 Ладно, пожалуй, возьму один свиток перепортации. Доволься, он мне пригодится. Так, тут больше ничего нет, да? Интересно, с кого они это сняли. Так, я тут сохранюсь, пожалуй. Поскольку у меня появилась новая броня и все такое прочее, было бы обидно. Все-таки я больше приветствую в играх такой способ, что... Ну, либо сохраняться в каких-то определенных местах, либо намного лучше сохраняться где хочешь. А не то, что сохраняешься только на чекпоинтах и каждый раз умерев, начинай, будь любезен, всю комнату заново зачищать. Я думаю, многих подобное задолбает очень быстро. Так, что у нас наверху? Да, тут столько путей. Глаза просто разбегаются. О, нимб. Нимб это тоже хорошая штука. Она куда-то телепортирует тоже. Так, я вижу, там еще один торговец. Надо бы пойти с ним побазарить. Ноганов, ему так просто не пройдешь. Замечательно. Да, если было место по селяющему духу, отлично. Это самый нужный, на самом деле, получается, артефакт. Потому что он нас ведет прямиком к лечилке и к сохранялке. Глаз сатира. Бедняга Фил. Больше некому учить Геркулеса будет теперь. Ого, тут какие-то мясники уже. Так, это что за хрегнильпийские труселя. Замечательно. Любовь любимые труселя самого Трандуила. Так, можно какие-то навыки себе повысить. Так. Где это, здесь? Ага. Кажется, это здесь. Доступные очки 4. Так. Просложение добавим. Я не могу ее получить, пока не получил определенный уровень, что за хрегнило. А как мне это тогда сбросить? Так, это все, я прокачался. Да, кажется так. Подвигов нету, статистика. Своосохранение 2. Врагов убито 37. Мечами 74. То есть нанесено ударов. То есть не только по врагам, но и по бочкам тоже. Серьезное хранение 29. Ну все, в общем-то, неплохо, по-моему. Ладно, потопали. Здорово, еще и мыши навалились. Здорово, еще и мыши навалились. еще, 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 и бежим дальше а, что тохнет мерзкая мышь в общем, по мере того, как мы убиваем врагов у нас повышается опыт и за счет этого идет прокачка как и во всяком РПГ, наверное вот мы уже на втором уровне я надеюсь, постепенно и дальше сможем продвинуться берет еще в повар так, и что у нас что мы можем купить прицеп слабого лечебного зелия интересно, что за это требуется хотя, подождите так, разное цветок телепортации на кухню порошки красный, синий красный, синий, голубой убирай себе любой вернее, красный, синий, золотой зеленый, пурпурный, желтый, крустальный ладно попробуем рецепт так, ну и как его переписать в книгу рецептов так, ну и так вот же котел так, нам нужен котел чтобы приготовить зелие в разделе рецепта нужны ингредиенты пустой сосуд ну, кажется, из пустого сосуда то у меня как раз и нету то какие-то если не считать голову главного героя Библии что у нас там спуститься Субтитры создавал DimaTorzok Трансляция идет Сейчас он наверняка скажет, что у вас нет пустого сосуда Требуется крыло летучей мыши 1, красный порошок 3, маленький пустой пузырек 1 У меня по-моему нету, да, ни красного порошка, в количестве трех не крыло летучей мыши Хотя вроде я его где-то находил Вообще они, конечно, что вполне логично, отваливаются у убитых летучих мышей иногда Так что пойдем на охоту, что называется Так, иди сюда, милая Мы с тобой будем лечебное зелье готовить Вот сволочь, она ничего не оставила после себя Как так можно? Так, может быть, хотя бы с тобой больше повезет, ну-ка Кстати, вроде где-то летучих мышей даже едят Только я не помню в какой стране Но я не думаю, что у них особо приятный вкус на самом деле Блин, да куда ты? Кстати, кому-нибудь из вас приходилось ли причем мышей вживую видеть? Мне лично нет О, вот, кстати, крыло Отлично Крыло у меня есть, осталось добыть еще два красных порошка О, еще одна бочка, которую я не заметил в прошлый раз Ну и Пустая, что ли, совсем? Да, уже для пафосного замка тут царит просто удивительное запустение порой Так, я здесь еще не был вроде, да? Ой Блин, мне бы красного порошка Но у меня только пурпурный и синий На зло это совсем не то, что мне нужно Вообще, наверное, надо было взять зелье телепортации на кухне Кто-то мне говорит, оно мне еще понадобится Ой Ой Упс, распех поврежден, ты серьезно? Хреново Значит, он меня уже не защищает, восточной мере Упс, распех поврежден, ты серьезно? 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 Здорово Не успел спуститься и сразу на эту хрень Сел Вообще по логике наверное Чтобы получать красный порошок Мне надо убивать красных слизней У меня была отличная большая комната С красными слизнями, но я ее проворонил А да, тут можно у чувака взять квест Где он просит отключить ловушки Так, а что у нас здесь? Куча новых туториалов и ничего более существенного Да, че Чуть в мое сердце мы в итоге с этим мужиком будем вдвоем Там сидеть внизу И просить кого-нибудь третьего Чтобы он отключил для нас ловушки Так, ладно, я немного постою, подожду Пока здоровье восстанавливается А потом уже полезу вверх А восстанавливается оно, кстати, только на нижнем уровне сложности О, так у меня есть лечебное изделие все-таки Так, ладно Я мог этого и не делать Вот сейчас бы оно, наверное, больше пригодилось Вот это зелье обнаружения ловушек есть Охренеть Проблема в том, что тут не указано Тут просто указано, какая именно точка их активизирует Но тут не указано, откуда прилетит опасность То есть, она же может сбоку, сверху, снизу, откуда угодно Вот, пожалуй, опять Ладно, это не так круто, как показалось изначально Иметь это зелье обнаружения ловушек Здесь как-то и не скачи, ты все равно их все не избежишь Вопрос, конечно, как он еще сам ходил по этому замку Субтитры создавал DimaTorzok Хотя, может, если читать паролям этот текст, то для кого-то это станет интереснее, не знаю Потому что, на самом деле, диалоги у этого парня с сидящим внутреннего духом довольно забавные Так, ну ты мне что-нибудь хорошее, я надеюсь, даже за то, что я выполнил твою посмертную просьбу Ну, спасибо за ключик, хотя бы Не зашибись Ключ от шахты Сейчас ключ от шахты, значит, мне надо куда-то вниз, что ли, лезть? Самое прикольное, я отключил ловушки, но, по-моему, в какой-то момент, если я туда приду Они могут, как ни к чему не бывало, появиться там вновь Так, где же эта шахта? В которую он мне предложил попасть Я там видел только котельную библиотеку Ой, еще один факел Надо будет свет Сказал монтёры на полу разжевка себе Так, ну что там у нас? Иди сюда, красавица Песня Азыч, что? О, лечебное зелье вообще зашибись Вспомнить бы теперь, где была та комната с красными следняками, а потом найти путь обратно на кухню Чтобы приготовить лечебное зелье из красного порошка Зин снова стал бы прекрасным Так, кажется, здесь они, да? А, ну да, тут как раз вура Почему-то остановился Ух 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 Кухня на днах, ну окей Так, меня уже задело, да? Может я все-таки добегу? Да, конечно, добегу Надо было все-таки повернуть назад Ладно В принципе, как я понимаю В Москве уже полночь, да? Так что Вполне уже можно закругляться Это был стрим на канале Николай Вардоктор Люк Вейдера С вами был Николай Вардоктор Люк Вейдер Я вас всячески... То есть я надеюсь, что вам понравился стрим Я надеюсь, что вам было все-таки не скучно Потому что игры были достаточно интересные И я старался давать интересные комментарии В любом случае Я вас всячески призываю Вступать в группу И подписываться на канал В группе вы, кстати, можете сделать реквест Какие игры мне поиграть в дальнейшем Приходите на следующие стримы Играйте в хорошие игры Всего вам доброго И до новых встреч, друзья Пока-пока